Склонных к физической агрессии людей можно считать. Мои мозги условно любят брать в аренду. Примерный уровень людей. Президент нет, со мной не советуется. Все, кто ниже, через одно касание. Низкие прямые брови, примотал бак. Мне нужно, чтобы он был с низкой стрессоустойчивостью. Через искусственный интеллект и определение сложных подростков. Только кувалдой, только как бы механикой. У нас сегодня на подкасте Иван Лимарев, основатель и владелец группы компаний Marilyn AI. Они занимаются в сфере искусственный интеллект и развитием технологий также. Он человек, который придумал, создал и продвигает в этот мир нейротипологию. То есть он через его последователи, через черты лица могут определять модель поведения, характер человека и дальнейшие последствия этого. В двух словах, чтобы зритель понял про эту методику. Можешь пояснить, для чего она, что делает? Да, конечно, это методика, которая позволяет по чертам лица предположить, какие есть особенности генетические у человека, какие есть у него морфологические особенности мозга, либо биохимические особенности вообще в целом тела. И по этим уже признакам вторичным понять, к какому поведению он склонен. Какой у него такой, ну, условно, генетический потенциал. У меня сегодня план конкретно углубиться как раз-таки в эту тему из всех сфер твоей жизни, потому что ты разносторонний человек. Много что рассказать, показать тоже мы подготовились. Но для начала первый вопрос такой. В конце подкаста с Арсеном Маркарианом я его спросил, какие у тебя самые сильные контакты в твоей телефонной книге? И он сказал, Иван Лимарев, потому что много связей, работает с верхушкой. Расскажи, пожалуйста, почему Арсен назвал вопрос, какие у тебя самые сильные контакты в телефонной книге, что он тебя назвал? Слушай, это хороший вопрос. Я, на самом деле, никогда не обсуждал подобные темы, на подобный вопрос не отвечал, потому что не было какого-то критического веса личности или инерции личности, которая набралась к этому моменту. Просто сейчас так получилось, что в крайний год, полтора, набрался какой-то критический объем влияния, авторитета, репутации, деловой репутации, просто межличностной репутации, который везет за собой шлейф ресурса. Шлейф ресурса в плане люди, связи, контакты, влияние, прямое влияние, косвенное влияние и так далее. И меня часто привлекают подумать. Мои мозги условно любят брать в аренду, я бы так сказал. И я склонен к быстрому решению аналитических задач, достаточно комплексной проработки и быстрой. То есть к быстрому это в моменте. Мне говорят задачу, я даю решение. Я вот про это. Поэтому за какое-то количество лет у меня сформилась репутация в разных кругах. Уважаемые эксперты, блогеры и предприниматели, на этот канал я записываю подкасты с профессионалами своего дела и топами разных ниш. И сейчас как раз ищу таких людей, чтобы записывать больше полезных подкастов. Сначала я раскрываю вас в таком длинном формате подкасток, затем мы из этого делаем нарезки, публикуем их в YouTube Shorts себе на канал, также отправляю их и вам, что вы могли выложить себе на YouTube или в Рилсе. И там эти материалы набирают миллионы просмотров. Меня, кстати, зовут Алексей Голубев, я Рилс YouTube продюсер, и это моя работа делать контент качественно. И если вы считаете, что ваши знания сделают мир лучше, и вы хотите записать подкаст, то напишите мне по ссылке в описании. В каком направлении твои мозги берут в аренду? Примерный вектор хотя бы? Смотри, но если мы возьмем, например, образовательную деятельность, много что сейчас происходит конкретно в России в образовательном секторе. Он преобразуется, медиасектор преобразуется. Это сопутствует определенному регулированию. Регулирование строится на большом количестве процессов людей, подведомства увлеченных. И они не погружены в тематику. Им нужно понятное, четкое, ясное представление о том, что происходит, какие есть проблемы, какое может быть решение этих проблем. По таким вопросам обращаются разные люди разного карибра. Обращаются, чтобы понять, что происходит. Четко, тезисно, ясно, коротко на их языке. Кроме этого, в бизнесе есть разные предприниматели, бизнесмены, которые обращаются ко мне для того, чтобы я мог сделать быстрый аудит, быструю оценку. Такой трабл-шутер. Кроме этого, есть достаточно большой объем аудитории, которая меня знает как человека, которого можно назвать интеллектуалом, который погружен в биологию в целом, в биохимию, в гормоны, в морфологию мозга, в когнитивно-поведенческую психологию, которые могут очень декомпозированно и легко объяснить сложно сочиненные процессы нашего поведения, нашего восприятия. И вот это вот все вместе, оно как бы создает такой определенный пул задач, которые я могу решать. И широкий достаточно пул людей, которые ко мне могут прийти за решением. Просто это как-то оно по нарастающей появлялось год за годом, а вот последние года реально полтора, это просто какой-то предел перешло, что вышел на другой уровень по взаимодействию, по влиянию. Ну, я могу так это описать, если коротко. Обычно, конечно, люди такого полета отмалчиваются от этого вопроса. Но я попробую. Примерный уровень людей, возможно, по именам, возможно, по должностям, с кем ты работал, чтобы вообще, ну, я, веритель, понял масштаб. Хорошо. Давай так. Смотря какой иерархии мерить. Вот. В государственности, как в инструменте, очень много иерархий. Давай мы возьмем какую-нибудь, например, давай мы возьмем стандартную фронтовую иерархию, где у нас президент во главе куста. Вот. И дальше идет как бы на Совет Федерации, на Государственную Думу, как бы Федеральный Совет, там, и так далее, да. И далее, как бы, да, там, министерство, ведомство, подведомство, силовые структуры и так далее. Президент нет. Со мной не советуется. Никогда его лично видел, но не общался. Вот так вот. Все, кто ниже, ну, через одно касание. Вот. Если грубо. Ну, то есть, это просто, опять же, я не хочу... Очень важно понимать. Это не значит, что я имею какой-то этот критический вес и массу в плане, там, влияния, там, на что-то. Нет. Мои мозги просто арендуют. Скромно арендуют мои мозги. Об тебя думают, советуют? Об меня думают. Да. Вот правильно сказать, что об меня думают. Как бы, я не политический деятель, я к этому никогда не стремился. Я не какой-то человек из андеграунда, который там что-то там химичит. Нет. Абсолютно. Просто я человек, об которого любят думать. Потому что я за большое количество лет среди достаточно большой массы людей, которые что-то говорят, показал свою результативность. Окей. Погнали в тему нейротепиологии. Первое, когда начал про это слушать, у меня такое возражение возникло к тому, чтобы проникнуться этой идеей, что, ну, там, где-то в беременной женщине возникает человек, генетика, хромосомы, вот эти все ДНК. У него каким-то образом нос, щеки, губы. Это одно. И потом это просто развивается, то, как это было заложено еще генами изначально. Также есть поведение, то, как рос человек, школа, родители, выборы, ситуации, куда он попадал. И из этого вырастает его модель поведения и паттерны. Как это связано? Почему это связано? Хорошо. Давай возьмем простой пример. Например, тебя. Давай так вот. Ты знаешь понятие интроверт и экстраверт? Вот. Правильно ли я предполагаю, что ты интроверт? Я люблю общаться с людьми. Очень сильно. Очень сильно. Я заряжаюсь об них. И на мероприятиях мне тоже комфортно. Вещаешь односторонний или активный контакт? Сейчас. Если групповые, то вещаешь односторонний, либо это очень живой такой формат вопрос-ответ, где ты вовлекаешься и разжигаешься? Правда ради, я раньше, мне было очень тяжело. То есть я плохо разговаривал. Я в университете, чтобы научиться разговаривать, специально начинал дискуссии с преподавателями, чтобы развязать себе язык, потому что я понял, что если я буду разговаривать так, как раньше, я ничего не склеиваю по жизни. То есть мне тяжело вспомнить, как было, но в целом я всегда был коммуникабельным. Любой компании. То есть такое прям. Заводила, а не тот, который отсиживается в углу и два слова вкидывает за вечер. По модели поведения. Ты стремишься выбирать такие энергоэффективные, результативные модели поведения, где ты получаешь максимум результатов на единицу времени? Или ты склонен к тратам энергии к активным? Первое абсолютно. Я даже хожу более быстрым шагом, чтобы больше тратить килокалорий. Нет, подожди. Первое – это экономия энергии. Нет, первое – это траты активные. Максимально эффективное использование ресурсов в единицу времени. Да, да, да. Ну, то есть, грубо говоря, что ты стараешься максимально выжить максимум из энергии, которую ты тратишь. Либо ты тратишь энергию с пендель-розкой, и ты не особо заморачиваешься. То есть тебе нужно вытратиться, всю вытратить энергию за день. Близко, да. Первое или второе? Так. Сейчас это, возможно, туповато звучит, но я не до конца понял разницу. Я стараюсь выжить максимум, не сливать время и энергию, потому что я знаю, что это очень ценный ресурс, и стараюсь выжимать максимум. Да. Ответил? Окей. То, что это энергоэффективно, понятно. Есть люди, которые очень активно двигаются, очень активно шевелят других, очень активно телодвижение создают. В прямом смысле. Тело постоянно, оно у них имеет избыточный потенциал энергии, как бы, да, он хочет высвободиться. Постоянно тренировки и выбросы энергии какой-то, да. То есть ты чувствуешь себя хорошо, когда ты очень много энергии потратил. Или ты чувствуешь хорошо, когда ты очень много энергии сэкономил. Вот этот вариант. У тебя количество энергии в мышце зависит напрямую от того, как у тебя работает аппарат, который производит эту энергию. Он напрямую зависит от того, как аминокислоты выстроились в ряд при еще том моменте, когда ты у мамы появлялся внутри утроба, да, при совмещении мужской и женской, как бы, спирали. И мы понимаем, что количество энергии в тебе, оно сильно обусловлено генетикой. И оно не говорит о том, сколько ты будешь двигаться в течение дня. Оно говорит о каком-то диапазоне. И этот диапазон фактически нам и дает возможность что-то предсказывать, к чему ты более предрасположен, к чему ты менее предрасположен, там, и так далее. И когда мы берем нейротипологию, фактически наша основная задача понять, какие психофизиологические параметры у человека, да, то есть он склонен к избыточным тратам энергии, ему нужно сжечь все. Или он склонен к накоплению энергии, ему нужно накапливать и тратить ее только на результативные действия, где он видит с высокой вероятностью результат, да, а не там, где он готов сжечь энергию, просто чтобы ошибаться и получать опыт условно, да. И вот в такой позиции ты начинаешь разделять уже людей на два типа. Интровертированные и экстравертированные типажи по принципу появления энергии, по принципу синтеза энергии и траты энергии. И нейротипология, она фактически как бы занимается тем, что мы пытаемся по внешним, каким-то вторичным, косвенным признакам понять, как это работает, как это у конкретно этого человека работает, да. Когда мы берем, например, там, параметр условно губ, мы берем тонкие губы, и мы начинаем задаваться вопросом в рамках нейротипологии, каким образом этот параметр появился, что такое рот, что такое губы, просто биомеханический и на уровне как бы антропологического какого-то параметра, да. И мы понимаем, что губы, они как бы удерживают, так сказать, пищу, чтобы она не вываливалась изо рта, да. То есть фундаментально как бы губы, они смыкаются, это отверстие есть, чтобы что-то не вываливалось, потому что если ты без губ будешь пытаться что-то жевать, как бы это будет сложно есть, вот. Но они при этом бывают разные, бывают тонкие, бывают толстые. Это очень сильно варьируется в зависимости от народа. То есть есть люди, есть народы, там, например, южные, и у них очень сильно доминируют именно полные губы. Есть народы северные, и у них очень сильно доминируют тонкие губы. При этом в южных народах, например, там, Китай, Юго-Восточная Азия, Индия, у них есть районы с другим климатом, горные и предгорные районы, и там более прохладно. И там губы отличаются от среднего показателя, который внутри. Они более тоньше, например, да. И, соответственно, есть там северные регионы, в которых есть люди с полными губами, но они пришли там во времена переселения, как бы там век, полтора, два века назад, и они там недавно пришли, еще не до конца ассимилировались. И мы понимаем, что есть разделение какое-то, что вот южные люди, они более полногубые, северные люди более тонкогубые. Мы начинаем думать, как это появляется, откуда эта дельта вообще появилась, разница. Мы начинаем уходить, как бы, в чисто антропогенные факторы. В какой ситуации губы начинают утоньшаться? И мы начинаем понимать, что они по двум признакам только начинают утоньшаться. Первое – это постоянно обморожение слизистой. Слизистая губа, она очень чувствительная. Второе – это постоянно поджимание ее. То есть, когда ты спазмируешь, как бы, губы, то есть, ты их зажимаешь. А ты фактически, как бы, уменьшаешь питание, у тебя со временем, как бы, жировая ткань сама с губ уходит, мышечная остается, да. И у тебя получается, что тонкость губ формируется, в основном, из-за двух вот этих вот параметров. И ты понимаешь, что определенное количество поколений, итерации поколений, десятки поколений, которые жили в климате, агрессивном, в климате, в котором постоянное было соприкосновение с холодным воздухом, как следствие, обморожение слизистой губ, и какой-то дискомфорт. И ты понимаешь, что люди с подобными условиями, живущие в подобных условиях, они должны были иметь механизмы компенсации. Эти механизмы компенсации выглядят следующим образом. Когда ты живешь в холоде, но тебе при этом надо продолжать что-то делать, у тебя формируется определенная степень рациональности, у тебя формируется определенная степень требования к результату. То есть, ты стараешься вытаскивать из дискомфортной ситуации результат, потому что он тебе нужен. Ты готов идти в дискомфортную ситуацию, тебе нравится в нее заходить, потому что ты себя чувствуешь условно комфортно там, да. И в такой ситуации мы понимаем, что ты начинаешь обрастать, ты психофизиологически начинаешь подстраиваться под холодный климат. И у тебя начинает сам мозг адаптироваться к этому. То есть, ты начинаешь гасить кортизол во время травматизации губ, слизистой губ. Ты перестаешь его замечать, ты начинаешь игнорировать его. При этом у тебя от губ отходят рецепторы в соматосенсорную кору. В соматосенсорной коре они обрабатываются и получают некий сигнал. Но кроме губ там еще много всего подходит. Но при этом от губ идет непропорционально много рецепторов в соматосенсорную кору по сравнению с другими частями тела. И в такой ситуации мы понимаем, что если человек угнетал длительное время на базе нескольких десятилетий, нескольких десятков поколений, угнетал свой дискомфорт от подобного климата, у него формируется менее активная чувствительность соматосенсорной коры, он способен ее угнетать лобными долями, подавлять ее как бы раздражающие какие-то сигналы, которые она дает как негативные, и продолжать делать дальше действия, чтобы получить результат. Потому что когда у тебя есть сезонность жесткая, ты не можешь все лето кайфовать. У тебя есть лето, и ты в него должен что-то успеть. А когда у тебя есть зима, ты не можешь просто оставить. Тебе надо что-то делать, ты вынужден. То есть это не по твоей воле. И сложно сказать причины, почему так получилось, что люди там в дискомфортные условия заползли. Но, видимо, это связано с большим ледниковым периодом или с малым ледниковым периодом. То есть это связано с неожиданными изменениями климата, скорее всего, что люди были просто на той локации, они уже там жили. И потом на несколько веков или на полторы-две тысячи лет они попали в чуть-чуть другие условия. И, соответственно, у тебя происходит психовизиологическая подстройка. Но суть в том, что у тебя генетика, она реагирует на все условия. И условно панцирь у броненосца не появился в первой итерации. То есть итерация, при которой появился панцирь у броненосца, она была там условно тысячная. Появился хрящевой формат, хрящевой в какой-то полукосный перерос, и на миллионном броненосце, как бы рожденном, появился костный панцирь. То есть эволюция работает очень медленно и поступательно. Она подстраивает максимально как бы вот эту единицу к тому, чтобы она чувствовала себя комфортно, чтобы она могла размножаться. Это ее базовая функция эволюции. Адаптироваться к условиям, чтобы продолжить активно размножаться. И вот в нейротипологии мы изучаем как раз-таки методы и подходы, как мы можем посмотреть на внешность человека, на черты лица по отдельности и на их вариативность, и понять, почему она появлялась, вследствие каких условий, с чем она связана, и как она может отражаться на поведении. И мы понимаем, что с такими губами люди, они склонны будут какой-то дискомфорт перерабатывать легче, они будут склонны рационализировать поведение, как бы они будут склонны двигаться к результату поступательно, как бы когда им надо, а не когда им просто хочется, как бы, да. И мы уже наделяем их с какой-то вероятностью, качествами. И если у нас есть задача, которую мы должны решить, мы берем этого человека и понимаем, что он под эту задачу подходит больше, потому что у него требования у этой задачи такие, да. И таким образом мы можем проводить идентификацию и распределение человеческого ресурса. Вот это позволяет нам как более предсказуемо получать результат от человека. Потому что если я, например, имею IT-компанию и моя задача нанять программиста, у меня, например, приходит программист женщина и программист мужчина. Если я ничего не знаю о них тотально, я всегда выберу мужчину. Потому что с большей вероятностью у мужчины аналитический склад ума, который требуется для программиста. С меньшей вероятностью он у женщины. Если я знаю только их пол. При этом, если я знаю, что у нее там опыт 10 лет, а у него опыт 5, я, скорее всего, тоже предпочту мужчину. Потому что 5 лет с аналитическим потенциалом, хорошим, гораздо больше могут быть по результату, чем 10 лет без потенциала. Но если я знаю, что у нее аналитический ум, а у него гуманитарный, то этого мне достаточно будет, чтобы я взял ее. Потому что я знаю, что она хорошо подходит под эти условия. Это вот в общем предмет, наверное, нейротипологии. То есть ты в нами тоже применяешь 6... Конечно, конечно. Я, это база, которую я использую, я в основном на это и опираюсь. А про меня? По губам? Да, да, да. Ну, это как пример приводил. Я полагаю, у меня узкие. Тонкие, тонкие. Вот, что это как пример того, как это может работать. Она очень часто сопутствует с рациональностью. Тонкие губы часто сопутствуют с рациональностью, с усидчивостью, с возможностью концентрироваться дольше. Потому что это просто сопутствующие признаки, они часто присутствуют рядом. И мы каждую черту, там у нас порядка 60 параметров, мы каждую черту рассматриваем по отдельности, и она с какой-то степенью прозрачности для нас понятна, с какой-то степенью вероятности дает информацию о человеке. То есть, если мы грубо будем говорить, ну, 85 плюс процентов это то, что можно ожидать от нейротипологии. Ну, то есть губы — это вообще эволюционная история. Что эволюционная история? То есть, каждая вот эта черта лица... Вот на тебе волос — это эволюционная история, пальцы — это эволюционная история. Черты лица. Конечно, это все эволюционная история. Ну, то есть на тебе нет ничего не эволюционной истории, не существует на твоем теле. Как бы твое тело и есть продукт эволюции. Ну, да. Ну, я говорю, это просто дистанция длинная. Для человеческого мозга в целом, который на 80-100 лет расположен, сложно генерировать симуляции на миллион лет. Или на 100 тысяч лет. В тысячу поколений, например, да. Просто тяжело ментально. Вот. Что такое время вообще есть. Но эволюция так и работает. У нее дистанция там миллионы лет, десятки тысяч лет, сотни тысяч лет. Это для нее... Ну, 10 тысяч лет — это для нее шорт дистанс. Вот. И там что-то появляется уже значимое, да. Миллионы лет — это очень серьезная дистанция для эволюции. И там появляется серьезное разнообразие внутривидовое. Мы с командой, как и многие из вас, часто пользуемся разными сервисами, ботами, нейросетями для перевода видео, аудио в текст. Есть много вариантов, как это сделать, но мы с командой выбрали один, который нам нравится больше всего. Бот-буковица, созданный на базе искусственного интеллекта, переводит аудио и видео в текст буквально за считанные секунды с высокой точностью. Просто скидываешь ему ссылку на файл, даже на часовые записи, и он тебе очень быстро в ответ отправляет транскрибацию в удобном Google-документе. Подойдет как маркетологам для анализа видеоконкурентов, так и руководителям для анализа звонков своего отдела продаж, так и просто для студентов, чтобы быстрее готовиться к сессиям и смотреть видео и лекции намного быстрее. С помощью этого вы легко упростите себе жизнь, и, кстати, первые три транскрибации бесплатно. Переходите в буквицу по QR-коду, который сейчас появился на экране, или по ссылке в описании, и сами оцените скорость и качество этой транскрибации. Если человек, допустим, делает изменения в теле не на уровне ботокса, а, допустим, меняет прикус из-за брекетов, потому что ему сказал ортодон, что челюсть нездоровая, это отразится на характере, или то, что было начально заложено, это останется? Смотри, здесь сложный вопрос. Вот у нас в нейротипологии есть разделение черт на динамические и статические. Динамические это те, которые имеют вариативность течения жизни, они могут изменяться. Статические это те, которые, вот ты родился, и все, и ты такой. А какие, например? Условно, вот у тебя есть там скос лба. Вот ты его уже не переделаешь. Вот у тебя какой есть надбровная дуга. Вот ты не переделаешь. Размер глаз. Ну не переделаешь ты его. Форма голы. Ну не переделаешь. И так далее. Губы у тебя тонкие были, вполне не станут. То есть у тебя есть определенный объем черт, которые не меняются в течение жизни ни от каких вообще естественных влияний. Только кувалдой, только механикой. Есть динамические черты. Из динамических черт это форма бровей иногда может чуть скорректироваться, высота посадки бровей, гашенность века может скорректироваться, полные губы чуть тоньше могут стать, нос чуть-чуть длиннее стать может, но выше он не станет. То есть, ну, по параметрам. Потом у тебя челюсть может стать чуть тяжелее, чуть легче, подбородок чуть тяжелее, чуть легче, потому что там кальциевые, много костной ткани, как бы костная ткань, она имеет некую степень подвижности. То есть там люди, которые в коме, например, лежат год, у них челюсть легчает. Вот там на 10-15 процентов она уменьшается, потому что нет смыкания зубов. А костная ткань, она как губка, ей требуется как бы смыкание для питания. Если его нет, как бы, то начинает кальций потихоньку вымываться, ткань начинает истончаться, становится тоньше. Когда люди задние зубы теряют, челюсть становится легче, потому что у них нет прикуса на угол челюсти, соответственно, не происходит уплотнения, укрепления и питания в этой части конкретно кости. И у них начинает угол уменьшаться. У стариков то же самое происходит, да, у них челюсть падает из-за того, что зубы задние, например, уходит. То есть динамически и есть. Когда мы говорим о хирургическом вмешательстве, например, у нас там челюсть была сильно задвинута, что-то там ортодон сделал условно, она выдвинулась, да. Вопрос, почему она была задвинута? Из-за того, что здесь у тебя связки и сухожилия оттягивали ее сильно, и у тебя спазм, например, да, какой-то мышечный здесь уходит. И у тебя из-за этого был сильный зажим, спазм у тебя уходит, потому что у тебя воспалительные процессы присутствуют какие-то. Откуда у тебя воспалительные процессы? В почках, в легких у тебя воспалительные процессы? У тебя какие-то органы опосредованно влияют на воспалительный процесс мышцы, она просто так не будет воспаляться. И у тебя, соответственно, появляется некая взаимосвязь, ты ловишь причину. Если он просто ее выдвигает, то как бы фундаментально ничего в тебе не меняется. Если вы убираете причину, почему она была там задвинута в течение там нескольких лет, как бы, то может повинять, может легче стать житься просто, и все. Ну, не более. Но так фундаментально характер не меняется. Понял. Вернувшись ко мне, в аспарь же случае, могу в профиле показаться, если это нужно? Да, непринципиально. Что еще можешь сказать насчет модели моего поведения? Смотри, там... Если я вышел утром, то тебе в компанию. Без проблем, да. То есть первое, сразу ты там скидываешь на аналитический склад ума. Да, то есть на склонность к анализу, склонность к моделированию, там низкие прямые брови, например, да, это у нас сразу там, ну, в рамках там нейротипологии, это сразу же показатель, что человек старается анализировать и реагировать, исходя из анализа, как бы, на ситуацию. Это 10 из 10. Вот. То есть это при тонких губах, низких бровях и прямом лбе, как бы, это выраженная аналитика, это типаж аналитика вообще. То есть если ты к любому ученику подадешь, он тебе повторит мои слова просто, да, на твое лицо. Поэтому это методология, как бы, да, что здесь вариативность, но сужена, как бы, допустимых каких-то предположений о тебе, да. И мы получаем, как бы, человека, который склонен наблюдать за происходящим, пытаться сделать из этого вывод, на базе вывода принимать решение. И уже за решением будет действовать или не действовать какое-то действие, да. Вот. Соответственно, примотал бак, как бы, да, мы говорим о некой степени рациональности, стабильности, способен выдерживать договоренности, которые ты выстраиваешь. То есть твоя дофаминовая система способна сказать себе, что мне нужно, чтобы вот это произошло в такие-то сроки или в таком-то количестве, вот с этим человеком. И она будет исполнять это. Она будет давать моторным отделам мозга приказ, что нужно пойти, встать, сделать, повторить, как бы, и так далее, да. То есть это некая форма влияния лобных долей на моторные центры, которые заставляют через моторные центры тело двигаться, как бы, создавать действия какие-то, да. Это вот как пример. И в такой конструкции мы получаем, как бы, человека, который склонен к систематизации, классификации, который склонен к оптимизации, там, и прочему, да. То есть это предрасположенность. Если бы мы условно говорили в позиции в компании, то я бы тебя на художника не ставил, да. Вот. Даже если ты, там, рисуешь по вторникам или по пятницам, как бы, у тебя есть фундаментальные компетенции психофизиологические, как бы, да. И если я использую их, то ты с другим коэффициентом растешь. То есть ты много чего можешь делать в этой жизни. Ты все можешь делать в этой жизни. Просто где-то ты с сильно большим множителем растешь. И вот я бы аналитические, там, способности, то, что касается менеджмента управления, выдачи инструкций, сбора результатов, как бы, да, то есть контролирование по сбору результатов, это бы, например, формировал. Там, где нужны систематические действия постоянные, да, там, где мы можем, например, брать какую-то долгосрочную цель и идти, как бы, на выполнение этой цели, да. То есть я понимал бы, что твои данные тобой обязательства, они будут в высокой степени выполняться. Это вот как пример. Кроме аналитического склада ума, еще другие паттерны. Да, кроме аналитического ума, это такой достаточно предметный и хладнокровный подход к результату. Вот я бы так это сказал, что ты, с тобой можно договариваться быстро, по сути, без лишней прелюдии. И можно, как бы, невзирая на личные эмоции, эмоциональные состояния, вот, быстро идти к результату, да, то есть ты достаточно хладнокровно можешь двигаться к этому результату. Это вот как пример, условно, да. Вот. И кроме этого, мы там имеем достаточно высокий степень, достаточно высокую степень, даже не в твоем случае не стрессоустойчивости, наверное, а способности переваривать стресс. Вот. Способности переваривать стрессовые состояния, столкнувшись с ними, да, что есть люди, которых стресс парализует, есть люди, которых стресс мобилизует. У тебя стресс, как бы, это явление, которое ты можешь переваривать и продолжать делать. Вот. И в такой конструкции я понимаю, что если у нас есть высокорискованные, например, нагруженные какие-то направления, то я могу тебе брать, я могу давать нагрузку больше, там, и так далее, да, и ты способен ее будешь выдерживать. Мне важно с тобой, учитывая твои особенности рационального склада ума, учитывая особенности, там, движения, более такого расчетливого движения, там, тебя к твоим же целям. Мне важно просто проговорить перед нагрузкой, как бы мы с тобой договорились, да, твои цели, интересы учтены, да, как бы, и все, я могу ожидать разблокировки других твоих функций. Для контекста зрителя мы с Иваном знакомы примерно за три минуты до начала подкаста, то есть мы не старые друзья, чтобы это считалось как долгое знакомство. Вот смотри, ты сейчас перечислил такие, ну, относительно положительные, скорее, качества человека, ну, в этом случае меня, а негативные или отрицательные качества какие-то считываешь? Смотри, это, вот это хороший вопрос, на самом деле его задают уже много лет. Вот, есть как бы, давай так, я дам тебе ответ, который ты хочешь получить, да, что если мы говорим о негативных качествах, да, это может, то, что называется негативным, по крайней мере, да, это может быть, там, отстранение эмоциональное, например, в ситуации, где там человек начинает ныть, там, что у него что-то не получается, да, это не терпимость к тому, что человек не делает то, что он, как бы, обещал, и ты можешь жестко, как бы, ну, сепарировать его со своей жизни, там, да. Это ты сейчас променял. Да, 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 да. Вот, это, там, требование выдавать результат, как бы, да, если человек, там, должен был давать его условно. Это замороченность во взаимоотношениях, там, да, что ты, там, сильно можешь заморачивать взаимоотношения с женщиной, например, там, и так далее, нудность какая-то там может появляться и прочее. Ну, то есть, в такой конструкции это, как бы, не негативные черты, это в определенной обстановке могут быть дискомфортные проявления для каких-то людей. Но негативных черт в моей голове, как бы, не существует, как и позитивных черт. Потому что у тебя есть свойство психики, и оно в одних условиях проявляется так, в других условиях проявляется так. Ну, знаешь, мне лозу не совсем негативно, а скорее минусовые, как низкая стрессоустойчивость. Вот я говорю, в рамках нейротипологии, ну, я, по крайней мере, не делю это. То есть, низкая стрессоустойчивость, она общепринята считается минусовой. Но когда это, например, аналитик-риск-менеджер, мне нужно, чтобы он был с низкой стрессоустойчивостью. Я его буду платить деньги за его низкую стрессоустойчивость, за то, что он будет переживать за конечный результат. Если ты эмоционально нестабильный, мне нужен такой стендапер, например, в компанию, да, там, который эмоционально нестабильный, мне нужен, это прекрасное свойство, за которое я буду платить тебе деньги. И мы можем брать любое параметр, там женщина, например, ей, вот она говорит, мужчина импульсивный, например, агрессивный, но она тянется к нему из-за этих параметров, например. И поэтому не совсем правильно разделять их на хорошие и плохие или плюсовые и минусовые. Скорее есть свойства, и ты можешь уметь его засунуть в нужный контекст и обстановку, и там его распаковать. И не уметь, соответственно. Вот это, наверное, основное. Что фундаментально это все нагромождение каких-то голливудских фильмов, сказок, что вот есть там хорошие мальчики, девочки плохие. Вот если ты послушный, ты хороший. Непослушный, ты плохой. И так далее. То есть это скорее удобные люди для взаимодействия. Есть удобные черты. Но фундаментально ты просто должен найти место, способ распаковки и способ извлечения ресурсов. Все. Больше тебе ничего не надо, ты будешь счастлив. Знаешь, что было интересно узнать тебя? У тебя это на сколько уже на автомате? То есть ты приходишь в какое-нибудь место, где прям много людей, ты смотришь на лицо секунду, уже все понимаешь? Или тебе нужно все-таки подумать? Нет, ты просто сидишь как бы и разговариваешь. Просто смотришь и описываешь, можно так сказать. Прямо уже на автомате это все. Ну да, но я 10 лет этим занимаюсь. А что было катализатором, что ты вот что-то делал в своей жизни и ушел в сторону нейротипологии? Ты знаешь, не то чтобы ушел в сторону, это мое такое фоновое хобби, то есть, ну, которое просто как-то монетизируется. У меня несколько тысяч студентов, как бы, ну, какой-то объем аудитории, там, пару сотен тысяч человек. И это реально мое хобби, человековедение, я могу это так назвать. Ну, то есть, нейротипология – это только плоскость. Одна из плоскостей человековедения, да. Мне нравится изучать другое, другие части, так сказать, человека, его натуры. Но это просто фронтовое в социальных сетях. Вот. И поэтому я как бы в своей жизни я понял, что, наверное, это гиперкомпенсация страха ошибаться в людях. Вот. Гиперкомпенсация предательства как явления. Гиперкомпенсация, разочарование как эмоции. Вот. И ты, твоя психика настолько не хочет испытать эти состояния, что она вынуждена наработать броню как броненосца. Вот. И наработать компетенции, которыми ты будешь закрывать все это. Это, скорее всего, реальный бессознательный мотив. То есть, я могу много, как бы, веселых историй рассказать, как это могло быть, романтических каких-то, да. Но в сухом остатке это просто, как бы, психика защищается. Вот. И она через аналитический склад от ума, через комбинирование информации. Она вот такой инструмент и способ родила. Так. Вопросы. Такие черты характера, как предательство, то есть, неверность как с партнером, так и в отношениях, жестокость, насилие, это тоже считывается? Ну, смотри, на самом деле ты описываешь явления и события. Вот. Ты сейчас ни одной черты характера не назвал. Окей, да. Это термины. Ну, такие явления, они считываются? Да, ну, то есть, предательство – это событие. Согласен. Не является чертой характера. Да. Это большая ошибка. Вот. То есть, человек не может… Предатель – это тот, кто единожды предал, то есть, совершил событие определенное. Окей. Жестокость – это проявление акта жестокости. Вот. Единожды. То есть, ты можешь сказать, что человек жестокий, потому что он единожды проявил акт жестокости, да. И, опять же, в рамках нейротипологии я всегда призываю людей как бы декомпозировать. И тогда у нас все работает уже сильно проще. Тогда мы берем события предательства. И ты должен понять, какой контекст предательства, кого он предал, за что он предал, почему он предал. Вот. И ты начинаешь понимать, что есть определенного рода психики. Ну, то есть, типы психик, да. Например, человек с очень высокой степенью лоббильности психики. Что значит лоббильность? Это значит подвижность. То есть, у него очень быстро нейронные связи формируются, нейрогенез активный, нейропротекция слабая. Часто в это попадают иррациональные, экстравертные типажи. Потому что у них очень высокий энергетический тонус мозга, в прямом смысле энергетический, на уровне извлечения энергии как бы биохимическим способом. И у него очень много нейронных связей создается. Мы с тобой сидим, разговариваем, ты мне говоришь, давай вот это сделаем. Я говорю, да, супер, все, я сделаю это с тобой, буду делать с тобой до конца, все, ты ему простроил вот эту вот механику. У него в лобных долях кнопочка загорелась, в лимбической системе кнопочка загорелась, все сложилось. Потом проходит неделя. И ты узнаешь, что он сделал то же самое с другим человеком. Как бы предательство ли это? Он сказал, я буду делать только с тобой. Вот он, вы дело какое-то, делаете проект. Он говорит, все, я с тобой этот проект буду делать, никем другим не буду делать. Проходит неделя, он начинает сделать другим человеком этот проект. Но если он сказал одно, сделал другое, да, это предательство. Окей. Вот теперь смотри, на уровне психофизиологии, когда вы с ним разговаривали, то, как ты говоришь, то есть твои слова, они в его вербальном центре распознавались. Дальше они сами слова в ассоциации превратились, ассоциации в образы, образы в определенные события в мозге. Он погрузил свою личность в это событие, испытал эмоции, понял, что та картинка проекта, которую ты ему обещаешь, она будет наполнена ресурсами для его психики. Его нейроны начали расти, говорить, классная штука, классный парень, классное вообще дело, классное действие, будем делать. Ты ему задаешь вопрос, будем сотрудничать? Да, но только мне нужно, чтобы ты только со мной делал. Он говорит, все классно, замечательно. И он в этот момент, его на уровне нейрофизиологии, он тебе предан. Проход неделя, он сегодня пришел, уснул. Когда ты спишь, у тебя нейронные связи немного размыкаются, те, которые не активны, те, которые еще не закрепились. И у него та нейронная связь, которая была сформирована в вашем с тобой диалоге, она медленно начинает распадаться, потому что у него нейропротекторная функция слабая. И он через неделю психофизиологически тебе ничего не должен, потому что в его голове та связь, которая была сформирована в вашем диалоге, она формально фактически распалась на уровне нейронов. Простыми словами он забыл. Что сказал? Это вот сложно сказать забыл, затерлась что ли, приоритет. Давай так, приоритет затерся. То есть, когда вы с ним разговаривали, в его лобных долях была прочная, новая, свежая, сформированная связь, и она давала сигнал, сильный, стойкий сигнал. Когда она начала разваливаться, сигнал стал слабый. И тут к нему подошел другой человек, он с ним просто начал разговаривать и говорить, о, классный проект, там машины будем продавать. Он говорит, слушай, а у меня есть машины, мы можем сделать это легче, проще, быстрее, выгоднее и так далее. Он говорит, блин, ну классная тема. И как бы ему стрёмно, но сигнал не такой сильный, чтобы остановиться. Вот. И это как бы, ну, специфика просто устройства мозга. И тогда мы предательство декомпозируем до нескольких, ну, отдельных подэлементов, из которых может состоять акт предательства, да, условия, при которых оно может появиться. И тогда ты понимаешь, что человек, ты оцениваешь, насколько он способен соответствовать, как бы, принятым решениям, насколько сильное социальное давление он будет чувствовать на себе, если социум узнает об этом, насколько это давление будет оказывать на него влияние внутреннее, да, то есть насколько ему будет страшно узнать, что социум может его отвергать, как бы, из-за того, что он сделал несоциально приемлемое действие, условно, да, насколько он энергичный, насколько его психика гибкая, как бы, лоббильная. И ты каждый из вот этих параметров по отдельности оцениваешь, и ты примерно по ним можешь прикинуть степень вероятности того, в какой степени он предательство сделает и при каких условиях, потому что есть условия, когда ему предложат вариант хуже, чем ты предложил. Он скажет, нет, я предан моему другу. Скажет, нет. А есть вариант, где лучше. И он скажет, друг, не обессудь, как бы, мне понравилось то, что там. И каждый из нас, наверное, он знает таких людей, и одних, и противоположных людей. Смотри, упрощу. Давай. Я понял, что вопрос такой неоднозначный. Вот приводит к тебе дочь лет через 25, молодого человека знакомится, говорит, папа, я его люблю. А ты смотришь, и ты считываешь, что он, а, скорее всего, рано или поздно ее бросит, и, вероятно, стоит ни с чем. Б, он жесткий, может поднять руку на нее. Вот через нейрофизиологию это можно считать? Да, да, конечно, склонных к физической агрессии людей можно считать. Конечно, да, то есть у нас есть определенные параметры, которые имеют связь с лимбической системой напрямую, с уровнем тестостерона, с степенью стабильности психики, как бы, да, это тоже ограниченное количество черт. Вот, при их комбинации мы получаем максимальную вероятность. Не 100%, но там 90+, там 85+, что в ситуации, если она начнет подмарашивать в отношениях, она выхватит. Вот, примерно так. Вот, и тогда ты получаешь, да, ты смотришь на потенциального жениха, и ты можешь по нему оценить, действительно, ну, то есть такое есть. Если вот да, нет, то да, такое можно выявлять. Так, окей, тогда переходим к части нашего подкаста с визуализацией. Мы с командой подготовили определенный там список людей. Я хотел его показать, чтобы ты со стороны дал какие-то комментарии, что ты видишь. Окей? Да, вообще без проблем. Это частый кейс. Окей. Поэтому нормально. Угу. Ну, начнем с простого. Там разница будет. Слишком простой. Я его 10 лет уже знаю, конечно. Ну, он вечистый будет, этот эксперимент, конечно. Я хочу начать так. Давай так, что на что бы я сразу обращал внимание? Да, вот назад, на первую фотку можно, да, еще назад. Вот это вот достаточно. Старая фотография, она нормальная. Вот. Базовые вещи, на которые я обращал бы внимание, это, ну, гипер, как бы густые брови. Вот. Это очень яркое выражение эмоций, которые ты испытываешь. Состояние, которое ты испытываешь. Второе, это, соответственно, там, широкий нос. Вот. Это достаточно, в рамках нейротипологии, по крайней мере, сегодня вот только занятия проводил, это достаточно бесцеремонное выражение своего мнения. Вот. П-образная линия волос. Это систематизирующее мышление, склонное к систематизации. Вот так вот. Тонкая верхняя губа, это тонкая верхняя, при этом полная нижняя губа. Это эгоистичный подход во взаимоотношениях, во взаимодействии. Вот. Ярко эгоистичный. То есть, когда тонкие губы, обе, это прагматичный, рациональный, когда тонкая губа верхняя, это прагматичность по отношению к другим, но очень сильная чувствительность по отношению к себе. Вот. Это как различие. Широкая челюсть, это высокий уровень стрессоустойчивости и возможности, именно вот в его контексте, это физическая стрессоустойчивость, при этом крупные глаза, это высокий уровень эмоциональности. Вот. Это если коротко. Так. Туда и фотки. Знаешь, кто это? Лицо, мне кажется, знакомое. Это как по фоткам, этим что-то можно сказать? Вот это вот, например, да. Первое, как бы, да, это достаточно такой жесткий экипаж. Достаточно конкретный жесткий экипаж женщины, то есть она такая, как можно в простонародье сказать, с характером, да, прям с таким выродным характером, своей позицией, вот, достаточно конкретно выражающая свое мнение. Далее, как бы, здесь полнота губ, я так понимаю, она достаточно естественная, вот, ну, судя по контуру, это высокая степень тактильности и это достаточно сильное ограничение тактильного контакта, высокая степень чувствительности к тактильному контакту и знакомство с людьми через тактильный контакт. При этом серповидные брови это такое, ну, жонглирование эмоциональным состоянием, умение жонглировать контроль эмоционального состояния других людей. Далее, например, челюсть, она достаточно легкая, челюсть плавная, легкая, это эмоциональное, вербальное влияние на людей, то есть основной метод достижения результата эмоций и вербальности, ну, через вот эти инструменты конкретно. Вот. И, ну, там достаточно высокая степень хищности, то есть результативности, добиваться как бы результата, если коротко. А если про ее сферу жизни как отношения с мужем в плане верности, поддерживающий фактор, что-то такое можно считать или это... Слушай, ну, это с характером женщины в любом случае и здесь, как бы, давай так по верности. Это более самодостаточный типаж и более своенравный, можно так сказать. Насколько она верна или нет, уже сложно сказать. Окей. Это жена Конора Макгрегора. Окей. Естественно, я ее не все очень хорошо знаю. Конор, если ты смотришь на меня, насколько это правда. А я просто знаю от нее тезисы, что... Все, я теперь понял, да. Поддерживала, когда давала деньги на бои, когда, в общем, все плохо было. Даже Артем говорит... Мамаш, вот я говорю, вот этот вот типаж, вот больше, знаешь, как мама, вот такая самостоятельная, самодостаточная, с характером, как бы устойчивая внутри, да, то есть вот такое вот. Так, ну, судя по всему, это же что-то связанное с криминалом. В этот... Это практичный типаж, вот. Очень практичный типаж. Менеджер управления из такого, знаешь, больше... Директивное управление. Очень короткое директивное управление. Более такой негативистский подход к жизни. Перепроверять. Больше предъявлять претензии и на негативный исход, или на негативные... На негативное событие скос и подготовку к негативному событию, соответственно, да. Вот. Сам по себе человек, как бы, ну, более практичный, практикоориентированный, операционщик, то есть, ну, быстро решать в моменте, вот что сейчас делать, как бы, да, то есть, ну, вот в таком формате. И контролирующий, то есть такой контролирующий типаж. Ну, это убийца Джона Ленна. Да. Так, окей. Человек, который болел, ну, в плане, что там точно были проблемы определенные с головой. Я там дословно не скажу. Я смотрел просто про него биографию развернули. Окей. Ну, таких факторов там, естественно, не было. То есть, в целом, рассказывал всего о ход жизни, то, что он там был такой, как взрослый ребенок. По-моему, он играл в Солдатиков где-то в 30. Причите, как я. Да, там... Да, Джон Ленн, он в нем увидел, взял автограф вечером, дождался в 11 вечера. Я припоминаю, мне кажется, документалку даже такую видел. Вот. Про Джона Ленн. Такой человечек. Так. Разношерстная аудитория, как вы видите. Очень разношерстная, да. Ты прям таких подобрал, что они вроде бы... Вроде бы их можно было увидеть, но я что-то прям... Тишковато. Вот Джону Конора я не смотрел, мне кажется, я ее там практически нигде не видел. Так, ну, этот... Это у нас российский... В этот предприниматель, по-моему, фамилия Тормасов. Насколько я помню. Да, я его встречал где-то в медиапространстве. Это, помню, разок-два раза на улице виделись в Дубае. Смотри, типаж первое, как бы контролирующий. Вот. То есть, такой активный... У него присутствует излом брови, при этом атакующий брови. То есть, активный, напористый, контролирующий типаж. Вот. Далее, как бы, тоже, опять же, такая высокая степень реализма. Вот есть люди оптимистичные, есть люди негативисты, есть люди реалисты, как бы, да, высокая степень реализма, я бы так сказал. Что человек склонен, как бы, пытаться понять, как реагирует реальность, как бы, на происходящее, да. Далее, как бы, очень активный в плане действий, выполнения действий, менеджмента, конкретный, формирование конкретной позиции, формирование конкретной речи, формирование конкретного требования, как бы, да, то есть, ну, в таком формате. Такие брови, вот, с наклоном брови, это в целом очень активная демонстрация своего характера, демонстрация своей психики. В такой комбинации это больше про, там, лидерское проявление, подталкивание других, инициирование других на действия, там, и так далее. Это вот здесь и коротко. То есть я знаю, что он предприниматель, я знаю, что я его вижу в нюхе диапространстве где-то. Я так не глубоко погружен в него, я знаю, что что-то с недвижкой у него связано. Да. Ну, мы знакомы, мы с ним тоже подкаст писали. Не так близко знакомы, чтобы я что-то сказал правильно или неправильно, но я думаю, что он когда-нибудь это увидит, потом сам напишет, насколько это точно было. Здесь у нас вот, смотри, интересная причем комбинация. Это прямые брови с такими полными губами. Достаточно часто бывают нарциссические типажи вот с такой комбинацией. Склонны рационализировать и грамотно преподносить свою позицию. То есть это такой человек, который вполне мог бы быть неплохим оратором, доносить свою позицию и формировать быстрые взаимоотношения. То есть быстро формировать взаимоотношения. Быстро формировать симпатию на уровне просто высказания, высказывать свою позицию и формировать симпатию к себе за счет этого. Или антипатию, соответственно. Далее. В рамках нейротипологии, опять же, берем параметр размера рта и губ, то это высокий уровень желания потреблять, кайфовать. То есть это высокий уровень таких кинестетических потребностей. Когда ты хочешь их сильно удовлетворять, они на тебя имеют сильное влияние. Здесь как бы уход условно в кайфажерство. Близкая к стадии кайфажерства условно. 27-летний Кьюнин расправился как минимум с пятью людьми. За три месяца потом с собой, соответственно, все. В последний год он не имел постоянно работы, заводя отношения с состоятельными пожилыми мужчинами и тратя их деньги, стараясь впечатлить местное сообщество. Вот такое с ним описание есть. Интересно, да. Не простой человек, да. Не простой человек, да. Но с состоятельными мужчинами мог договориться, привлекал к себе внимание, кайфовал. Так. Тут так. Популистка. Да, окей. Как бы, ну, да, вот тогда оставь. Да. У нас вот в профиль первое, как бы, что мы видим сильно, это очень легкая челюсть. Как бы она буквально полоской. То есть она отсюда до сюда идет. Здесь уже свисает этот просто корзок. Это точно, это опять же, вот вербальное, эмоциональное влияние. Как бы это путь достижения ресурса, да. Это делегирование максимальное. Верхняя губа, выступающая вперед, при этом, выступающая вперед верхняя губа, это прощупывание, зондирование состояния других людей. То есть насколько ты, в каком они состоянии находятся. При этом прямая переносица, как бы это реактивная, быстрая реакция на поступающую информацию. Вот. Быстрая скорость, ну, высокая скорость принятия решений, там, и так далее. Вот. И при этом глаза, там, выпуклые глаза, как бы это высокая степень эмоциональности и эмоционального контакта с другими людьми, выражения эмоций и потребления эмоций других людей. Вот. Скос лба, соответственно, это высокая степень лоббильности психики. То есть она быстро перестраивается, быстро переадаптируется, там и прочее. И выдвинутый, там, активно выдвинутый подбородок, как у него, это достаточно высокая степень совершения попыток. То есть психика склонная совершать попытки что-то начинать и передавать. Начинать и передавать. То есть это человек, обычно, который просто зондирует, щупает и делегирует. Зондирует, щупает и делегирует. При этом такой у него висистый-весистый подбородок. У нас там подобные типажи, это а-ля Собчак, с таким тоже непропорционально относительно челюсти. Это давление в коммуникации. У нее там это есть, когда диспропорция идет подбородок-челюсть, сильно это давление в коммуникации, продавливание позиций каких-то и так далее. Окей. Вопрос. Я уже так спросил, потом мы немножко от него ушли. Угу. Насчет того, с чего начиналось, как ты к этому пришел. Вот эту всю информацию про там связь губ с эволюцией. Ну, ты же не сам полностью с нуля все это нашел. Где-то были какие-то исследования, возможно, про это связанные. То есть откуда поступала первоначальная информация, которую ты потом связал воедино? Смотри, давай так. Исследований точно тогда вообще ничего даже близко не было. То есть исследования сейчас начали появляться, но они в основном на нейронках все. То есть они в основном про нейронки. Про декомпозированную связь, черты, не пишется. Ну, нету исследований прямых. Есть там исследования по ширине лица и корреляции с тестостероном. Есть исследования по крупной челюсти и привлекательности для женщин. То есть, ну, есть какие-то отдельные исследования, где вот в отрыве как-то говорили, что мы статистически что-то замерили. Но все связи, ну, буквально все связи, я тебе говорю, что, ну, их нету ни в каком источнике. То есть ты не прочитаешь статью по этому поводу. Ты не прочитаешь нигде статью про там, ну, например, там, мы берем там параметр. Вот мы с бойцами делали исследование. Ширина челюсти. То есть параметр ширины челюсти. И мы взяли там полторы тысячи людей и полторы тысячи бойцов. Взяли их лица. С помощью нейронки проставили каждому глазомер, то есть измерили их лицевые параметры. Далее мы берем, смотрим на бойцов и смотрим на людей. Что среди обычных людей, вот среднестатистических, средневзвешенных людей, выборка была, это СНГ аудитория была. Среди среднестатистических людей широкая челюсть встречается с чистотой 8%. То есть 100 человек в среднем у 4 широкая челюсть. Среди профессиональных бойцов UFC, там было полторы тысячи бойцов UFC, среди профессиональных бойцов средний показатель был 32% широкая челюсть. А среди 50 чемпионов UFC показатель был 64%. И ты видишь линейную зависимость как бы от углубленности, как бы от качества результата, от количества результатов и этого параметра. То есть они коррелируют, очевидно. Можешь вот про челюсть пояснить как-то? Вот смотри, интересный момент. То есть мы увидели статистически это. Помимо этого, до этого, то есть до того, как мы это увидели статистически, я знал, что челюсть как бы это, ну, собственно, весь челюстной аппарат, он вообще-то для того, чтобы есть, как бы, ну, то есть он сугубо для этого придуман был эволюцией. И не для чего более, как бы, да. И челюстной аппарат, костная ткань, зубы, там, его форма, они все подстраиваются под тип питания, под определенный тип питания. То есть у тебя широкая челюсть, это прежде всего, как бы, низкокалорийная твердая пища. Она базирует, там это очень сильно выражено у бушменов австралийских, которые до сих пор, вот, стебли, корешки, как бы, злаки, что-то твердое и имеющее малое количество энергии, что ты должен постоянно жевать. Много было в Южной Америке, то есть у них тоже это очень распространенный показатель, крупная широкая челюсть и Африка. То есть это вот три локации, где максимально крупные челюсти встречаются часто и широкие челюсти. Потому что у них тип питания такой. Тебе нужен большой челюстной аппарат с большими жевательными мышцами, с большими зубами-малерами, чтобы перетирать, как бы, пищу и потреблять ее, из нее, соответственно, вещества вытаскивать. И я, как бы, это понимал, что тебе нужна определенная степень структура, то есть это структура устойчивости определенная, потому что попробуй, там, 2-3 часа в день что-то медленно и напряженно, как бы, жевать, чтобы почувствовать себя сытым. Это сейчас у нас высококалорийная мягкая пища в магазине повсеместно. То есть 90% пищи, 95% – это высококалорийная мягкая пища. Такого никогда не было за историю человечества. Мы первый век живем с такой едой вообще. Ну, точнее, второй, вот, с 20-го века начала. И вот сейчас второй век уже впервые в жизни за всю историю человечества столкнулось с таким изобилием высококалорийной мягкой пищи. До этого только отдельные народы имели такое счастье. И, соответственно, я это понимал. Я такой думаю, окей, хорошо. То есть я понял, что челюсть, как бы, показатель челюсти, он связан с типом питания. Тип питания косвенно мне говорит о психофизиологической адаптации. То есть как человек должен себя вести, чтобы с ума не сойти вообще в такой обстановке, как бы, да. Потому что сейчас закинь какого-нибудь человека, там много кто с ума сойдет, как бы, от такого. И я там позвал ребят, как бы, ребята-ученые, там, сказания. Они доктора наук и кандидаты науки. Я говорю, ребят, давайте попробуем вот эту историю как-то сметчить. Я говорю, уверен, что есть какие-то гены, отвечающие за ширину челюсти и за биохимические какие-то особенности. Но я не знаю точно. Они начали ресерч. Оказалось, что действительно, как бы, лицо формирует огромное количество генов. То есть там буквально несколько тысяч генов там формирует то, какое будет лицо. И еще внутри утроба, когда еще младенец находится в матери, если мы достанем его генетический материал, то есть софт, который там в 16-м году еще европейские исследователи сделали. И этот софт позволяет, насколько я помню, у них порядка 80% точность была воспроизведения геометрии лица. То есть ты можешь взять у ребенка ДНК внутри утроба, засунуть и секвенировать этот геном. По данным, которые ты получил от секвенированного генома, засунуть его в софт, и софт тебе создаст 3D-маску. Не фотографию, а именно 3D-маску. То есть это будет геометрия лица. И эта геометрия лица примерно на 80% будет соответствовать тому, каким будет этот человек или каким он есть. Это просто пример. Из этого мы понимаем, что есть определенная фенотипическая генетика, которая предсказывает, что эти гены связаны с этими внешними параметрами. Какие у тебя уши, какие у тебя глаза, какой у тебя нос, какое у тебя тело, какой у тебя цвет кожи, какие у тебя волосы и прочее. То есть это уже давно известно. Это исследуется. И мы сначала посмотрели там. И оказалось, что да, действительно, есть определенный набор генов, который сильное влияние оказывает на то, что челюсть станет широкой. И один из них был особенно выделяющий. То есть он оказывал высокий уровень влияния по исследованиям вот этих ребят, которые софт делали. И мы такие, окей, хорошо. Мы далее пошли как бы в генетику, которую условно ее можно назвать олимпийской. Но это скорее не то чтобы подразделение генетики. Это та часть генетики, которая пытается понять, почему олимпийский чемпион отличается от других. Почему? Вот он такой вот лютый тип, и он достиг лучшей в мире среди всех. А другие тренируются 20 лет, и у них не получается. И, соответственно, там уже с конца прошлого века начали очень активно изучать это и пытаться понять вообще, то есть чем отличается вот олимпийский чемпион от профессионального, так сказать, спортсмена. И там начали копать, и они брали исследования, и оказывается, что они там через генетику пытались найти определенные биохимические возможности организма. И оказалось, что есть гены, которые... Эти гены, они... Большее количество копий этого гена создают увеличение синтеза орнитина аминокислоты. Орнитин деактивирует и выводит аммиак после тяжелых физических нагрузок. То есть они нашли ген, который вот связан, опосредованно с этим. И оказалось, что ген, отвечающий за ширину челюсти, и ген, который они нашли, это один и тот же ген. И они связаны фактически. И мы, получается, видим внешний признак ширина челюсти. Мы понимаем, что он соответствует... Один из генов, который оказывает сильное влияние на то, что челюсть будет широкая, его количество копий, он влияет на то, что оно будет такое, и при этом этот же ген имеет определенное биохимическое влияние на тело. И получается, что спортсмен с широкой челюстью на дистанции он быстрее восстанавливается, может проводить большее количество тренировочных циклов, имеет меньшее количество психофизиологического напряжения и стресса после тренировок, и сложным процентом на дистанции в 10, 12, 15 лет он получает преимущество по сравнению с другими людьми. Это вот то, что я говорил про коэффициент. Что ты с другим коэффициентом как бы делаешь действие. И там было порядка 13 черт лица, которые вот отличали обычного человека от профессионального бойца. И вот челюсть была там, один из самых вообще как бы ярких был челюсть. Там был размер глаз, глубина посадки глаз, тоже она очень сильную корреляцию имела. И ты вот так вот начинаешь потихонечку разбираться. И какие-то черты у тебя связаны прям четко с геном, и ген связан конкретно с биохимией, например. Какие-то черты у тебя связаны с геном, он связан с морфологией мозга, там особенности с размером амигдала, например, или с размером гиппокампа. И ты понимаешь, что у тебя наличие вот этой черты лица, например, вот у них там в исследовании был релинген. Ген релин, он достаточно изучен, потому что он сильно часто встречается в психических отклонениях. Ну, его поломка, она часто ведет к психическим отклонениям. У гена релина есть много статей, в которых описывается его влияние на мозг прежде всего. И ген релин, он создает белок релин в мозге. Этот белок, он является как бы таргетом для нейронов. То есть он начинает миграцию нейронов там создавать в мозге. И у нас есть отдел мозга гиппокамп, он там примерно вот такого размера, парный отдел, вот два таких отдела внутренней, к лимбической системе относятся. Это единственный отдел мозга, где создаются новые нейроны всю жизнь. То есть они там рождаются. И специфика в том, что релин, он сильно влияет на то, какое количество там рождается нейронов. Он определяет как бы это. И у людей разница там от 0,5 до 2% от общего объема гиппокампа в год может появляться нейронов. Но у кого-то 0,5, а у кого-то 2. Это же огромная разница. Ну, в рамках нейронов, по крайней мере. И при этом он сильно определяет ветвистость и длину самих нейронов. Этот же ген. А по исследованиям вот этих ребят экспрессия этого гена, она показывает то, насколько высокий длинный нос. И ты просто получаешь как бы, ну, зависимость, что высокий длинный нос, он коррелирует с этим геном. А этот ген коррелирует с тем, насколько сильно релин проявлен. И в рамках нейротипологии у нас высокий длинный нос это высокая степень ассоциативности, высокая степень абстракции, высокая накопительная способность мозга. Учитывать большее количество информации для формирования выводов как бы, да. То есть это большой хард. Вот можно так сказать. И потому что за счет того, что у тебя ветвистость нейронов очень длинная, у тебя более крупные ассоциативные связи создаются, и они принимают большее количество просто, ну, создают большее количество голосов, формирование импульса, решения, мнения, как бы, да. И вот такие вот связи, ты когда начинаешь прорабатывать, то начинает виднеться логика того, как это связано. Если раньше, как бы, там, до этого были дисциплины, как физиогномика, там, да. Физиогномика – это явление, которое говорит, например, о том, что по лицу можно что-то увидеть. Нейротипология – это методика. Она говорит, что да, можно увидеть, можно вот увидеть вот это с такой вероятностью, примерно, да, и вот по такой логике. Вот это там отличие основное. Уважаемые зрители, подписывайтесь обязательно на этот YouTube-канал, а также на мой Telegram-канал. Там я показываю свой путь предпринимателей, как развиваю проекты, как внедряю новые привычки, как экспериментирую с питанием, а также как воспитываю дочку. Для этого сканируйте QR-код, который сейчас появится на экране, или переходите по ссылке в описании. Кроме истории с бойцами, есть ли еще какие-то наглядные исследования, которые делал ты или другие люди в мире, где вот явно была корреляция между чертами лица и паттерном поведении, вот тоже статистически, где был большой срез. Да, на самом деле, вот последние годы конкретно много исследований, ну, как много, десятки. Так вот, десятки исследований, но в топовых журналах, а-ля Science и Nature. И там уже начали описывать нейросетевые подходы, как они брали лица, психологические тесты лица, анализы лица, результат поведения. И уже за счет этого они делали какие-то выводы. У меня, если надо, список ссылок есть, я могу там прикипеть, если надо будет. Вот, там можно будет почитать, но их уже много достаточно. Ну, какое-нибудь одно яркое. Ну, одно из, вот, по крайней мере, из тех, которые я видел, вот делали ребята по Big Five, есть такая типология, как бы, ну, в научной среде, наиболее распространенная. Там пять психоповеденческих таких параметров, и ребята взяли 3 миллиона страниц Facebook-аккаунтов и аватарки. Взяли сверточную нейронную сеть, загнали все аватарки в нее, соответственно, и результаты тестов по Big Five. И у них, соответственно, на выходе был классификатор, то есть нейросеть, которая говорит по лицу, там, вот какие параметры Big Five. И они определили, что действительно есть, как бы, ну, типичные, там, экстравертированные, типа же, есть там типичные, там, дружественные, типа же, и так далее. То есть по Big Five хорошая степень корреляции была. В 21-м году компания, тоже 30 тысяч человек, 32 тысячи человек, по-моему, у них участвовало в тестах, также точно были лица и тесты по Big Five. Они тоже нашли там по разным параметрам Big Five, разная степень, но это была статистически достоверная, как бы, история. Вот, мы делали кредитный скоринг микрофинансовой организации. Мы сотрудничали с микрофинансовой организацией, это было до ковида, прям вот перед ковидом. У нас был датасет где-то 27 тысяч, по-моему, лиц, общее количество лиц. У нас была кредитная история их, сколько они взяли, когда, в какой момент, как отдавали, то есть полностью вся. И мы обучали нейросеть, соответственно, которая по лицу вытаскивала черты, и уже по этим чертам она смотрела, как бы, связь с кредитной историей. И там есть такой параметр в скоринговых системах, когда ты решаешь, дать человеку денег или не дать. Вот, есть параметр, он называется AUK, и он отражает на некую степень доверия скоринговой системе, вот, по поводу того, насколько хорошо она может давать или не давать. И там, если брать средний по рынку AUK, который вот на кредитной истории и на анкете, он там от 71 до 74 пунктов был. То есть 0,5, ну, 50 это как бы ничего, 100 это ты божественный предсказатель, как бы, и ты точно знаешь, кому давать. 71-74 это средний в рынке был, микрофинансовых организаций. И там большую часть влияния оказывала кредитная история. А остальное это анкета, вот, где живешь, кем потаешь, семья, дети там и так далее. Вот мы построили такую же штуку, только по лицу. И у нас AUK был 69. Ну, то есть это чуть меньше, чем наличие знаний о кредитной истории и анкеты, которую заполняет человек перед тем, как взять кредит. Мы пошли в тесты, мы взяли 7 тысяч человек на тесты, то есть им МФО продолжало давать, как бы, кредиты, но во время того, когда заявка приходила, мы всегда давали ответ. Но этот ответ не видел менеджер. И мы постфактум анализировали результаты. И оказалось, что мы, вот, ну, по итогу, как классификация была, вот 7 тысяч человек мы получили, и нейросеть раздробила на 10 групп, эти 7 тысяч человек по 700 человек. В первой группе, которую она назвала самой, как бы, классной и позитивной, было 3% мошенников. То есть 3% людей не вернули кредит. При том, что средний по рынку процент 25. Это по МФО. То есть не банковское кредитование, а именно микрофинанс. А в последний был процент 27. То есть у нас 3% было в лучшей группе, 27% было в худшей группе, соответственно. И эта нейросеть выдавала по лицу чисто. Потом мы получили черты, которые там, ну, чаще всего встречаются, так сказать, нейросетью при плохой кредитной истории. И вот у нас такой кейс как бы был интересный. То есть мы с ними прямо отработали. Потом ковид начался, и у них там с бизнесом проблемы начались, потому что у них физические люди приходили. Вот, и они прямо в ковид заморозились, но мы с ними вот прям планировали хорошо подвигаться, но у них там полтора-два года вот такой перерывка. Вот это тоже такой кейс был интересный. Интересный. Так, я правильно понимаю, что нейротипологией можно прям подсветить человеку. Вот ты вот это будешь делать, ну, хочешь, делай, ну, там коэффициент эффективности 0.7, а будешь, пойдешь вот в это полтора, потому что у тебя туда предрасположенность. Да, да, конечно, вероятностно, безусловно, вероятностно, но да, ну, то есть, грубо говоря, ты вот имеешь диапазон тысячи профессий. Да. Хорошо, нейротипология, можно тебе сказать, вот эти 900, как бы, ну, с низкой вероятностью нужны. Это вот я всегда привожу пример, как бы, любой инструмент. Нейротипология – один из инструментов идентификации, там, психики человека. Вот у тебя есть 10 дверей, есть нейротипология, она там 85 плюс дает процентов, условно, да. У тебя есть 10 дверей, на каждой двери написан процент. 10, 20, 30, 40, 50, там, 100 и так далее, да. Вот тебе говорят, что вот в этой двери с вероятностью 85 процентов, как бы, у тебя будет радость, счастье, удовольствие, как бы, вот в этой двери с вероятностью 20 процентов. Человек выбирает, вот и все. А вот это мне уже самоинтересно. С точки зрения предрасположенности, именно реализации, вот с учетом всего, что ты сказал, какая дальше логическая связь, допустим, если бы у меня был запрос сейчас, я не знал, что делать, вот где мне найти себя, ты бы вот в какую сторону меня направил? Конкретно тебя? Да, вот. Я же говорю, это там системная аналитика, менеджмент, контроль, например, да, это малые группы, например, да, малые рабочие группы, где можно быстро координировать на уровне, вот ты сделай это, ты сделай то, ты сделай это, как бы быстро. Предпринимательство. Ну, предпринимательство, это один из видов. Нет, это может быть проектная работа какая-то, это может быть работа на ему, как бы, да, ну, в том числе, просто в том числе, да. Ну, значит, нормальным делом занимаюсь. Да, ну, что это, это просто вероятность, и, как бы, деятельность, это просто набор требований для получения результата. А ты, это просто инструмент, который, попадая в эту деятельность, себя распаковывает, как бы, и достигает результата с какой-то вероятностью. Мне это очень напомнило историю про азиатов и математику. Знаешь эту историю, почему у них предисположенность? Китайцев конкретно? Да, ну, в принципе, азиатов все. Наверное, китайцев. Особенно китайцев. Там исследование, по-моему, было именно про китайцев. Ну, в курсе про эту историю? Ну, попробую, напомню, но, наверное, да. Ну, в общем, почему азиаты, а в частности китайцы, особенно хороши в математике, там, все думают, что это стереотипы, они просто какие-то умные, быстро соображают. На самом деле, просто в арифметике, математике азиатов у них, во-первых, числа очень простые, то есть быстрее называются там Си, Пи, Ни и так далее. Все очень быстро. Плюс нет сложных исключений в формате как Eleven, VLF, а все логично, последовательно, без исключений, поэтому у них изначально намного проще идет математика, все логичнее, структурнее, этому случается большее дело, это легче дается, и тем самым они просто условно 10 тысяч часов математики нарабатывают намного быстрее, а к выпускным классам и концу универа намного больше, чем их одногодки из Штатов или из Европы, поэтому они просто именно с точки для математики выше. Просто из-за количества опыта наработано, но это следствие из того, что у них сама система намного проще, логичнее. Я обсуждал конкретно этот вопрос с таким достаточно серьезным китаеведом, это Бронислав Виногородский, он один из самых продвинутых в теме Китая именно, и он при этом очень хорошо разбирается в языках, это его профиль. И мы тоже с ним обсуждали эту тему, он тоже говорил, что китайцы, они в целом, ну китайский язык, он в целом достаточно бинарный, то есть он очень похож как бы на бинарный код, и сама его структура, как бы она похожа на математическую. И он тоже говорил, что это оказывает сильное влияние на их системность. При этом я бы сказал, что у китайцев, у них сортинг происходил на протяжении там последних полутора тысяч лет, серьезный очень. По принципу, как бы если вы не можете жить по нашим правилам, то вы умираете. То есть Китай это одна из самых кровопролитных стран вообще за всю историю человечества. И количество геноцидов и смертей, которые были в Китае, ни в одной стране не было. И Китай был самым крупным всегда государством в мире, то есть он на протяжении нескольких веков, по крайней мере, занимает 20-25% человечества, ну от 15 до 25% человечества он занимал. При том, что там постоянные войны, геноциды, внутриусобицы там и так далее. И там очень сильный сортинг проходил на тему системности, преданности, исполнительности и результативности. И это тоже огромное, колоссальное влияние имеет, потому что все не способные жить в полуторамиллиардном сообществе, несистемные люди. А системность, она просто коррелирует с данными параметрами. То есть это сопутствующие признаки, математический склад ума. И я думаю, что это тоже оказало очень сильное влияние, потому что оно не могло пройти незаметно. Сто процентов, да. И еще вопрос такой, было ли такое, что ты по нейротипологии ожидал вообще одного человека, но он прям полностью тебя удивил, это было супер исключение из правил, наперекор всем его чертам лица. Вспомнишь такие кейсы? Ну, один раз в жизни. Ну, не то чтобы прям сильно удивил, но это было очень низко, то есть это было вероятно, но очень низковероятно его было поведение. Поделись, пожалуйста. Ну, там ситуация произошла, что один человек, который был супер вообще воздушный такой, приятный, доброжелательный, дружелюбный и улыбающийся всю жизнь такой, знаешь, смайлик. Вот. Я его знал достаточно много лет. Он имел склонности к шизофрении, ее проявлял. Вот. То есть у него она была как бы, ну, надо было бы диагностировать, легко бы диагностировали. Вот так вот. То есть у него была специфика в поведении, он был очень такой, уж сильно перекос у него был в эзотерику. Вот. И он в том числе из-за шизофрении как бы сопутствовался. И ему сложно было что-то объяснять, потому что шизофрения создавала слепоту определенную по рефлексии, и он не мог отрефлексировать, что у него иногда неадекватные проявления бывают в плане навязчивости как бы своего мировоззрения. Вот. Но при этом он был очень такой дружелюбный, безопасный, как бы классный парень. И как-то я вот ехал к нему в гости, сказал, давай я завтра приеду, завтра я ему начал звонить, он мне не отвечал. А послезавтра я узнал, что он тремя ножевыми как бы своего отчима как бы заболел. Вот. Близкого ему человека, как бы, да. Но он это под наркотом сделал. Вот. То есть у него он был в наркотическом каком-то трипе. Вот. Но при всем при этом как бы меня это удивило. Вот. То есть давай так, у него была склонность к шизофрении, он был в наркотическом трипе. Но все равно, как бы, учитывая особенности его психики, это был супер маловероятный вообще исход. Супер маловероятный, что я прям задумался на пару дней. Вот. Потом я когда с ним разговаривал, когда он уже сидел, ну и он сидит до сих пор, как бы, я говорю, что такое? Он говорит, демоны попутали. Вот бес попутал. Говорит, не могу тебе объяснить никакой логики, ничего не помню. Вот. Просто крышу сорвало и все. Вот. Ну то есть вот это меня удивило реально. В остальном я в людях не удивляюсь. На свиданиях вывелись? Нет, по телефону разговариваю. Вот. И как бы, да, меня это как бы, ну так, знаешь, не то чтобы удивило, но я не ожидал, что это настолько низкая вероятность была, что она может произойти, что для меня это было поразительно. Как бы, да, вот. Но в остальном я давно не удивляюсь. Давно не удивляюсь. И у нас сейчас вообще есть такой массовый запрос из-за культуры блогерства, медийности. Люди хотят, чтобы за ними шли другие, чтобы они были лидерами, люди ходили на их мероприятия, покупали их продукты. Но для этого такой, мне кажется, еще должен быть определенный тоже как бы предрасположенный в плане модели поведения. Вот какие черты лица могут стать звоночками, что тебе стоит туда идти, чтобы вести за собой людей? Да, слушай, на самом деле это распространенно, это можно пронаблюдать достаточно легко. Есть такой параметр, как гашенные веки, то есть такие приопущенные веки, знаешь, такие томные веки, нависающие на глаз буквально. Верхняя века, знаешь, буквально нависает на глаз, как будто человек такой закайфовавшийся, знаешь, вот что-то типа того. А можешь сразу сказать из известных людей, кто, например? Блин, да, мне кажется, 50%, если не 70. Не знаю, кого-нибудь назови просто имена. Мне бы что-то Сталин в голове. Не, Сталин, давай так, Сталин не блогер. Блогером он точно не был. Да, он все-таки больше лидер политик, как бы менеджер. Ну, не знаю, Митрошина, Гребенюк. Митрошина, Гребенюк, мне кажется, там, Петя, мне кажется, вот если ты блогеров берешь, блогеры, артисты там и прочее, мне кажется, 50 плюс процентов у них этот показатель, вот гашенность век, ты просто начинаешь обращать внимание. Вот это, вот это часть. верхнее веко, оно такое, оно на глаз немножко, знаешь, опущено немножко на глаз. У меня вообще нет такого, по-моему. У тебя есть средний, есть гипертонус, как бы, есть именно такое, знаешь. И вот это веко, когда оно вот так... А у тебя, извините, у тебя... Средний, средний, да, средний, да. Там прям гипертрофировано, я потом тебе покажу там на фотках, можно будет ставить, если надо. Вот. Когда мы имеем такое веко, веко вообще, оно имеет отдельный нерв, как бы, ну, то есть у него вот есть лицевые нервы все, у века отдельный нерв идет, он уходит, и оно очень сильно сигнализирует о тонусе психики, о энергетическом тонусе психики. И когда веко, веки часто, и глаза вообще, когда мы уставшие, веки начинают расслабляться. Тонус мышечный, как бы, века начинает расслабляться, потому что психика утомленная уже. Когда ты прям жестко возбужденный, напряженный, там что-то происходит, у тебя как бы глаза открыты, века сильно спазмирована. И, соответственно, у людей с гашенным веком, у них психика находится в фоново-расслабленном состоянии, таком, знаешь, оно фоново в потребности стимулироваться. И очень часто у таких людей стимулом является внимание, особенно, когда это сопряжено с нарциссическими, стероидными какими-то параметрами психики. И ты получаешь как бы людей, у которых психика находится в расслабленном тонусе, желающем тонизироваться. То есть ему нужно кофе вот это вот, грубо говоря, да. Но это кофе он получает за счет внимания. И это пример, как работает это конкретно у блогеров, например, да, или у медийных людей, или у актеров, у которых сама цель это стимулирование психикой максимального внимания. То есть ты максимально пытаешься понять, не то, чтобы понять, создать ситуации, в которых сконцентрировано на тебя внимание. Это заряжает твою психику, это позволяет тебе самоидентификацию на время устроить, что ты нужный, ты важный, ты в центре внимания, ты есть, ты существуешь, как бы там и так далее. То есть там однозначно большой ряд психотрам, там, или психических особенностей требуют этого внимания. И они вот так реализуются. Человек пытается всеми способами привлечь, как бы, его. Это пример. Но это такой, это радикальный уже, как бы, уход, да, в норме, как бы, ну, то есть, например, то, чем ты отличаешься от там блогера, у которого подобная структура, это то, что у тебя есть диапазон дозволимых действий, допустимых действий для привлечения внимания. И есть ограничения. У психики такой, которую я описал, у нее этот диапазон допустимых действий гораздо шире. И для них и черный пиар окей, и не черный пиар окей, как бы, да, то есть для них очень много способов привлечения внимания являются очень важными и эффективными, результативными, то есть они бодрят психику. Вот, это, ну, такое вот явление, можно так сказать. И, наверное, последнее про нейротипологию, что хотел спросить. Какие сейчас есть самые практичные методы использования в мире? Как она уже помогает человечеству? Либо, как ты видишь, самое полезное в будущем использование? Давай так, вот насчет человечества не знаю. То есть у нас есть несколько тысяч студентов, несколько десятков тысяч там активной аудитории, постоянно ежедневно вовлеченной. И несколько сотен тысяч людей, которые там подписанно наблюдают. И, наверное, несколько миллионов, которые как-то сталкивались вообще с нейротипологией там в странах СНГ. И по наблюдениям могу сказать первое. Вы решает вопрос самоидентификации. Кто я? Какой я? Я такой или такой? Что во мне есть? Это вопрос самоидентификации. Ты получаешь некую уверенность, убежденность, какой ты, что в тебе сделала природа, что в тебе наслоилось на тебя и так далее. То есть это сильно упрощает восприятие себя. Второй аспект – это выстраивание отношений с другим человеком. Первое – ты перестаешь ожидать от него того, что ты ожидаешь от себя. Ты понимаешь, что люди разные. И люди, каждая специфичная. И ты вот видишь эти все различия, как бы ты понимаешь, что от него это не имеет смысла ожидать. Он к этому не предрасположен. А вот это имеет смысл ожидать. То есть ты выстраиваешь более корректные ожидания. Второе – в отношениях – это ты можешь договариваться быстрее. То есть ты с человеком можешь на его языке поговорить в рамках его ценностей, в рамках его психофизиологических особенностей. Это повышает уровень дипломатии, компромиссности и договороспособности вообще твоей. И, соответственно, достигать результата какого-то. То есть в отношениях. То есть с кем легче будет, с кем проще будет и так далее. Деловые отношения – то же самое. Они относятся как частные случаи просто отношений. И профориентация. То есть когда ты самоидентифицировался, ты можешь понять примерно вот в каком спектре профессий тебе проще было бы, например, себя пристроить. Ты бы там был более… Твой мозг, твое тело было бы более востребовано со всеми своими особенностями. Потому что ты там проявляешься максимально эффективно. Это, наверное, три основных направления. Вот самоидентификация, отношения и профориентация. Вот все остальное – это кастомная штука в каждой деятельности. Хочешь в e-chart добавляй, хочешь в психологию добавляй, хочешь еще куда-нибудь добавляй. Я слышал, что вы уже практикуете в школах через искусственный интеллект определение сложных подростков. Да, у нас было два таких кейса. У нас был один кейс на 270 учеников. Это шестые, седьмые, восьмые классы, две школы. И у нас был один кейс на 5000 учеников. Буквально вот свежий, недавний. Сейчас нас будут дальше масштабировать. Первый кейс, наша задача была классифицировать подростков на три группы. Условно зеленые, желтые и красные. Зеленые – это потенциальные, предрасположенные к хорошей учебе, к высоким показателям учебным. Желтые – это средневзвешенные. Красные – это те, кто может создавать нестабильность в классе или агрессивную среду в классе. Это были обе задачи, одинаковые были, просто разные объемы. И мы делали, первую задачу мы делали в 20-м, по-моему, году или в 21-м. Либо конец 20-го, либо начало 21-го года. Соответственно, там у нас достаточно серьезная была штука, потому что мы с одним министерством это делали. То есть это проект был с министерством. Дали нам две школы официально. То есть это официальный проект был. Мы прямо веб-платформу на базе этого делали, на которой можно все это потом было смотреть. И результаты были следующие. Из 270 учеников мы дали 30 как бы в красной зоне. Передали их психологам. Ну, уже этих школ. На то, что вот, нате, это вот вам результат. И, соответственно, были аудиторы с министерства. И нам в обратку вернули 27 подтвержденных. Что да, вот из красной зоны 27, как бы это те, с кем есть проблемы, приводы в полицию, те, кто на советах в профилактике постоянно бывает и так далее. Троих нам сказали, что как бы за ними, у них таких проблем нет. Но по стечению обстоятельств все эти трое были из класса директора. Вот. Поэтому, как бы, я не знаю, как это оценивать, но они просто были в классе директора. Вот поэтому... Что такое класс директора? Класс, который класс руководитель, директор школы. А. Вот. Поэтому, может быть, она действительно высококвалифицированная... Ну, я думаю, что она, скорее всего, она очень высококвалифицированный педагог, которая смогла купировать все их негативные проявления. Вот. Это вот один трек был. Потом как бы звали в гражданку, то есть, ну, звали... Предлагали разные кейсы. Там как раз было такое смутное достаточно время. Но я абстрагировался, потому что это выходило за рамки уже педагогических каких-то кейсов. Это выходило уже в русло как бы гражданского просто, да, там, а-ля тол. Ну, короче, там, я не хочу вдаваться. Ни детей уже нужно было анализировать. Вот так вот. И далее следующий кейс. Пять тысяч человек. Это тоже мы делали совместно с директорами школ. Это пять школ суммарно было. Точно так же мы на три группы делили. Это было осенью прошлой. Вот прошло уже где-то полгода, наверное. Вот. То есть, мы дали там так же всем вернули фидбэк. Разные директора по-разному себя повели. То есть, есть у нас там директор, который достаточно жестко как бы по красной зоне прошелся. Я бы так сказал. А-ля что не попали? Нет. Что мы как... Не, ну, давай так. У нас 80 плюс процентов совпало с их данными. Со всеми. Вот со всеми. Минимум 80 процентов. От 80 до 90 был процентов. Примерно процент сходимости нашего мнения и их мнения по поводу учеников. Как зеленая зона, так и красная зона, так и желтая зона. То есть, мы там сложной метрикой как бы определяли, но мы очень хорошо попали. И директора по-разному реагировали на эту информацию. Кто-то жестко начал по красной зоне идти и дарить учеников другим школам. Вот. Кто-то начал там в классы сбивать учеников, с красной зоны и учеников с зеленой зоны. То есть, они начали сепарировать как бы друг от друга, да. Но там были с первого по восьмого класс уже. То есть, у нас в первом кейсе был шестого по седьмой, здесь был с первого по восьмой класс. И там некоторые директора, они как бы, вот начиная с первоклассников, как бы, они уже начали там принимать какие-то решения, потому что они говорят, ну, если у нас вот здесь вот все сходится, как бы, а здесь он только пришел, мы... Ну, то есть, здесь-то они могут сказать, что сходится. А когда первый класс, ты не можешь еще сказать, сходится у тебя или нет. Вот. Но и они по логике говорят, хорошо, давайте мы будем принимать тогда внутри какие-то меры. То есть какие меры они принимали, до конца мне неизвестно. Но я знаю, что мы как бы очень хорошо прошли этот кейс и продолжаем дальше масштабироваться. А вот именно с точки зрения, короче, ты можешь по мне сказать, я бы был в зеленой, желтой или красной зоне? Да, ты бы был в сторону зеленой зоны. Желтая или зеленая вот в той стороне. Так, а красная это... Давай так, красная это уровень токсичности. Да, уровень токсичности, социальной токсичности. То есть красная зона, смотри, вот конкретно у нас критерий красная зона – это агрессор. То есть это инициатор агрессии. Агрессии физической, эмоциональной, социальной или интеллектуальной. Вот. И мы, соответственно, давали им не просто ответ, как бы, что это красная зона. Это в первом кейсе. Мы в первом кейсе давали ответ – это красная зона, агрессор физический, агрессор эмоциональный, агрессор социальный, агрессор интеллектуальный. Ну, я не был агрессором или токсиком, то есть я прям всем пис в таком духе. Но я был супер нестабильным ребенком В плане на сооритетических собраниях Больше всего мне доставалось Из-за того, что, ну это а-ля Слишком неусидчивый, много бегаю Плохо учусь до девятого класса Прилетал за это, но не агрессивности Я говорю, что у нас красные Вот чтобы ты понимал, фидбэк Это приводы в полицию, это советы профилактики Это проблемы, систематические проблемы Что невозможно с человеком договориться То есть это вот красная зона Это красная зона То есть это ученики, которые Им немного нужно, чтобы их отчислить То есть они просто там Есть такая штука в системе образования Вот, например, ты там был непослушным Непоседливым, гиперактивным, например Окей, таких много До 16 лет, до 14 лет Лобные доли, они особо не способны Совладать с лимбической системой Но есть дети, которые Как бы влияют уже сильно На других детей То есть они меняют климат в классе Основательно И вот это уже была красная зона А что делать с этими детьми И этим детям Из красной зоны Где им применить себя Спецусловия учебы Что к ним больше внимания нужно Больше педагогического профессионализма Больше условий, где они могут Раскрыть свои стороны Больше упражнений и методик Которые лобные доли позволяют тренировать Увеличивать уровень социальности То есть условно у тебя есть физический агрессор Он на переменах бьет своих Как бы одноклассниках И ты не можешь ничего с этим делать Потому что у него Олимбическая система уже сильно созрела У него гипертрофированная амигдала условно А лобные доли не способны Просто совладать с этим Вот он получает удовольствие Искренне, когда он кого-то бьет И кому-то плохо И ты можешь его в спортивно-оборонное направление Пустить, например Он там будет много драться Он там будет делать легитимно это То есть он будет делать это по заслугам Он будет за честь класса драться Он будет других бить, где надо бить Как бы другими бороться, соревноваться Где надо бороться, соревноваться То есть ты больше внимания уделяешь этим детям Чтобы они могли раскрыть в более позитивном Как я говорил, что плохих, хороших качеств нет Просто есть слишком яркие качества личности Которые вот на базе других людей Они слишком контрастные Понял И я с тобой как раз таки хотел поговорить Насчет синдрома дицетного внимания Потому что я слышал, что у тебя прям диагностировано СДВГ Давай так, что я бы был рад СДВГ Да Есть как бы разные формы Как бы есть СДВГ, гипомания, маниакальное расстройство Что у меня вот между СДВГ и гипоманией То есть я вот балансирую между этими двумя А как это проявляется? Давай так, мне повезло У меня не базовая, как бы архетипичная гипомания Она у меня скорее с позитивными какими-то проявлениями, гипоманиями Это вот гиперактивность какая-то, которая там В маниакальное расстройство, она редко когда падает, да? Ну, в маниакальность какую-то или в гипер-желание какое-то То есть мания – это какая-то тяга, да? Вот, ну, гипомания фактически это У тебя слишком сильное желание чего-то возникает Навязчиво сильное желание И при гиперактивности, то есть гипомания сопровождается гиперактивностью У тебя еще куча энергии, чтобы эту сильную навязчивую идею Как бы кормить временем, энергией, вниманием и так далее Вот, при этом есть все симптомы СДВГ А простыми словами, как это проявляется, как тебе это мешает? Давай так, это мне мешало Вот, пока я не начал с этим работать А как это проявляется в кейсе? Ты не можешь, там, 20-30-40 минут Ты не можешь концентрироваться на чем-то одном То есть, ну, нереально Два-три часа в день ты не можешь работать нормально То есть, ты все, ты начинаешь плыть Ты начинаешь книжку читать, ты засыпаешь через 15-20 минут То есть, ты не можешь просто взгляд вести Очень медленно, как бы, ну, по-буквенно, да? У тебя начинает психика просто отключаться Вот, ты не можешь стабильно фиксировать желание к чему-то, да? То есть, у тебя желание постоянно пропадает Ты не можешь стабильно цели фиксировать Они у тебя постоянно меняются Ну, то есть, очень тяжело двигаться вперед Поступательно и целенаправленно к чему-то большому Это вот основные проблемы СДВГ Как бы, ты не можешь закончить Ты начинаешь что-то новое, не закончив предыдущее Не можешь сконцентрироваться на том, чтобы доделать имеющиеся Не можешь, как бы, до конца доделать рутинные вещи, которые требуются на пути к достижению цели, например, да? Когда ты на энтузиазме заходишь Тут какой-то отрезок рутины Ты на нем падаешь, все На нем сваливается И заканчивается проект или там начинание И в этом плане это, как бы, сложная жизнь Когда ты мужчина, когда у тебя есть амбиции Когда у тебя есть какие-то желания, цели Это начинает, такой, знаешь, создавать определенный пул проблем Конечно А как ты это исправил, исправлял? Слушай, впервые я в девятнадцатом году понял, что это проблема Во-первых, я осознал, что это проблема Я понял, что у меня есть проблема Что я не болен, давай так, но у меня есть особенности Точка роста Вот, ну, нет, я бы сказал, это косяк Вот, который мне не нравится Конкретно, да, то есть меня он не устраивал Эмоционально конкретно он меня не устраивал Я понимал, что если у меня есть амбиции У меня были амбиции всегда Я хочу чего-то большого Я хотел всегда чего-то большого Я не могу это забрать Вот, не способен просто Проф непригоден, представляешь Ну, то есть это тяжело было осознавать Свою какую-то неполноценность И невозможность что-то получить И я в девятнадцатом году начал заниматься Изучением этого вопроса Я столкнулся с терминологией СДВГ Вот, я начал диагностировать себя Я понял, что СДВГ у меня Потом я уже там с гипоманией начал сталкиваться Как бы, и понял, что у меня такая вот фаза промежуточная какая-то Между-между Я видел просто архетипичную гипоманию Она сильно по-другому проявляется Но я знаю, у меня ребята-друзья из гипомании Это, наверное, им серьезно сложнее Как бы, там без антидепрессантов тяжело жить И в моей ситуации я увидел полостамица Интервью с Джо Роганом Он рассказывал про нейрогенез И про ежовик гребенчатый Вот, я такой думаю, прикольная штука, надо попробовать Вот мне еще программист мой сказал У меня программист был И он такой, этот Да, ежовик классная штука Вот, он мне порекомендовал Я заказал, начал есть На третий день я увидел эффект Вот, я проснулся с утра С постели встал и пошел на второй этаж работать И по дороге, пока я шел Я начал понимать, что я иду завершать вчерашнее действие Что я в высоком приоритете С утра встал завершать вчерашнее действие Это аномалия была просто То есть я пока шел Я охеревал от того, что происходит Что никогда в жизни такого не было Ну, то есть ты начинаешь жизнь с нового листа каждое утро А тут ты продолжаешь вчерашний дописывать И это было уникально То есть у тебя это навязчиво У тебя появляется именно мысль Говорит, что надо идти наделать И тело делает Оно идет и выполняет то, что нужно Я начал делать себе график Я начал заниматься спортом активно каждый день И я начал это все выполнять Я охерел Вот, для меня это, конечно, был такой Ченч основательный Для тех, кто не знает, что такое ежовик Поясни, пожалуйста Ежовик грибенчатый Это гриб В этом грибе есть две части Мицелий и плодовое тело Сама ценность ежовика в том, что в нем есть вещество Называется эриноцин Эриноцин – это вещество, которое фактически оказывает следующий эффект на мозг У тебя нейрон Он как бы шевелится Всегда, непрерывно Достаточно медленно, но шевелится У твоего соседа он шевелится медленней У другого соседа быстрей У тебя, когда нейронные связи образовались Они сцепляются У соседа надежней У другого менее надежно То есть у нас есть разница Это шкала такая определенная Нейрогенеза и нейропротекция Нейрогенез – это как быстро нейрон растет Нейропротекция – это насколько крепко они сдерживаются Насколько они сформируются Так вот Ежовик и эриноцин в нем Именно эриноцин – фактор роста нервных нейронов активирует И нейрон, по сути, по-моему, на пятый-седьмой день В среднем, по исследованиям, пятый-седьмой день Количество эриноцина, концентрация его в крови Оно дает сигнал на выработку фактора роста нейрона И фактор роста нейрона, накопившись до определенной концентрации Заставляет нейрон активнее расти И он нейрогенез, функцию нейрогенеза усиливает И то же самое он делает с нейропротекцией, но менее выраженной То есть Ежовик больше про нейрогенез и чуть меньше про нейропротекцию Я это попробовал, понял, что классная штука Поехал к ученым, к своим ребятам знакомым И у меня как раз один товарищ Он работал в 2007 году в Германии в клинике Они занимались регенерацией нервных тканей И после там ампутации, чтобы руки пришивать, там эффективнее было Руки, пальцы и прочее Восстановление спинового мозга и прочее И они в рамках исследований еще в 2007 году в Германии Изучали разные вещества по влиянию на нервные клетки И они открыли там, ну не то чтобы открыли Я так понял, они как-то параллельно разными лабораториями это делали Они открыли вещество из разряда перимединов Я не буду называть его название коммерческое Ну это вот из разряда перимединов И это вещество при добавлении его в среду, где лежит нейрон в питательную среду Нервная клетка Она за неделю росла на 50% больше, чем точно такая же без этого вещества Вот, он мне рассказал, я говорю, крутая штука, я бы тоже попробовал Вот, я купил, собственно, начал пить, я офигел Вот, она по-другому работает Не так, как ежовик Она больше на нейропротекцию и меньше на нейрогенез Она очень сильно понижает уровень кортизола Ментально, через спокойствие ума То есть она сильно рационализирует свое поведение И ты становишься более буквальным, более конкретным, более предметным При этом более спокойным и более рациональным И помимо этого я еще одно вещество нашел, тоже перимедины содержит Плюс B6, B12 у него там в комплексе входит И оно тоже, B6, B12 там нужны были, чтобы миелиновую оболочку Как бы быстрее формировать, потому что под новые связи Тебе нужно больше вещества, которые, соответственно, оболочку создают И все, я вот так вот там за 20-й год я прокурсил, мне кажется, две недели Вот этим комплексом И моя жизнь сильно поменялась А сейчас ты чем-то пользуешься? Раз в год я могу, если я заболел, после болезни ковида Вот если я где-то болею, я очень много путешествую И поэтому бывает там раз в год, раз в полгода Я могу подхватить ковид какой-нибудь знатный там И проболеть, потому что ты там 2-3-4 аэропорта меняешь У тебя иммунка вниз И ты все бактерии, которые есть, вирусы, которые есть Собрал там бонусом, у тебя ковид какой-то получился После него я восстанавливаюсь Впервые я восстанавливался этим курсом после ковида Когда я понял, вот я заболел ковидом Проболел где-то недели-две Вот достаточно жесткое было с воспалением легких Как бы, ну, неприятная такая болезнь была И после ковида я в моменте, что-то через неделю, что ли Я понял, что я тупить начинаю Конкретно тупить начинаю И я заметил, что мысль не та Мотивации мало Я начал опять возобновить курс Меня сильно вытащило То есть где-то через неделю меня вытащило До доковидного уровня Вот, и все, я потихонечку начал там дальше работать И так вот раз в год примерно Ну, я могу раз в год, пару недель максимум Людям, у которых действует внимание Или вот СДВГ, или следующая стадия Кроме вот тех двух препаратов Что ты пробовал, еще какие-то рекомендации Из личного опыта? Слушай, это вообще как бы, ну, это вот сугубо личный опыт То есть это не медицинские нормативы Вот, никто так не делает Поэтому я не могу рекомендовать это Я скажу, что мне и нескольким сотням людей Которых я знаю лично, это сильно помогло Вот, я бы сказал, кардинально поменяло их жизнь И я ничего не слышал даже близко похожего по эффективности Вот даже в половину похожего по эффективности И есть методики разные Там с СДВГ работают, в Америке много очень методологий Как работать с СДВГ Поэтому в целом можно погуглить эту историю Она купируется Вот так вот, симптоматика купируется И с каждым годом тебе все легче ее купировать Потому что гормоны чуть меняются Лобные доли дозревают и так далее Слушай, а к какому врачу вообще нужно сходить Чтобы понять, я просто немножко неусидчивый Или у меня все-таки какой-то диагноз Можно сходить там к психотерапевту, к психиатру Вот в ту сторону И сказать, у меня есть подозрение У меня есть СДВГ Могли бы вы меня продиагностировать И он тебе даст либо какие-то тесты Которые ты сам в свободном режиме сделаешь Либо он тебя начнет в формате диалога тестировать Добро А мы тем временем переходим к габлицу Я задаю вопросы коротко То есть отвечать желательно тоже коротко Можно развернуть Первый вопрос Есть ли какая-то любимая цитата Сильная, запоминающаяся Которая легко вспоминается Возможно все, что можно представить Три лучших книги по бизнесу и саморазвитию Которые сформировали Ноль Не считаешь? Да По бизнесу и саморазвитию А художка или в принципе? Нет, знаешь как? Есть вот политика у шимпанзе Очень хорошая книга, которая сильно на меня повлияла Да, это книжка приматолога Вот Очень крутой труд Есть Психология Биология добра и зла Это Роберт Сапольский Очень сильное влияние на меня оказало На мое мировосприятие Она тоже вот в плоскости как бы поведения Ну то есть вот там в плоскости поведения приматов Как бы и людей В плоскости поведения людей и биохимии Да Вот И И И И И И А по-моему Роберт Лоуренс Забыл Как у него книжка называлась Про птиц Как бы он Изучает всю жизнь птиц Он Очень интересные вещи про гусей рассказывал Да, ну то есть Ну это на самом деле смешно Но это сильное влияние оказало Потому что там Паттерн поведения То есть там же тоже свой социум И ты можешь проецировать Как бы с животного мира С естественного Который натуральным образом Развивается А какие-то вещи Гусевое поведение Да Но он рассказывает Про сложную архитектуру Взаимодействия птиц Друг с другом Он тоже очень сильное влияние На меня оказал У меня вот скорее Вот такого рода литература Угу Хороший фильм Чтобы кайфануть вечером После работы После работы Но Я фильмы так особо не смотрю Но наверное Из чего-то крутого Что лично для меня топ-1 Это «Властелин колец» Вот Это наверное Для меня это Ну пока что шедевр По-моему Это либо единственная Либо единственная фантастика Которая Оскар получала Возможно Да Ну то есть Я считаю Что это просто Ну Чуть ли не пик Как бы искусства Даже этот Режиссер когда получал Чуть шутил про это Не помню до слова Особенно в то время То есть когда это было Фантастика Это в принципе в истории То есть фактически Оскар Там 90% Выигрывают драмы У двух часов Нет Это было супер Это круто Самые сильные контакты В твоей телефонной книге Ну ты на самом деле Уже ответил По сути в начале Это так Про кусты Когда рассказывал Да Я не знаю Вопрос опять же Сильный Блин Разные плоскости есть Разные плоскости Вот ты рассказываешь знакомым Что ты знаком с этим человеком Другим знакомым Я не в шоке У меня много таких контактов Ну кого ты можешь назвать? Назвать Ну не таких Наверное назвать не смогу уже Ладно Вот именно вот эти контакты Назвать не смогу Как бы Кто не пропустил Где примерно пятую минуту Про кусты Там найдете ответ Да-да-да Главные привычки Ежедневные, неженедельные Которые помогают Уровень энергии Держать результатов Достигать Точно спорт Вот То есть я У тебя про форму Ты чем занимаешься? Спортом Ну бокс База бокс Как бы Плюс Около кроссфита То есть это такой гибрид Между Качкой и кроссфитом Ближе к кроссфиту Вот И все Ну то есть Это прям База Это прям база-база Вот Второе Это еда Вот я очень слежу за едой За тем что я ем Вот Разнообразно Натурально Разнообразно И натурально Все Вот И по вкусу У меня нету никаких Предпочтений в питании Типов питания Моя задача Максимально разную еду Загружать в себя Максимально натуральную еду Загружать в себя Которая по вкусу мне нравится Все Это единственное правило Извините А ненатуральная еда Это какие у тебя Например Красные хлопки Химпром Химпром весь по сути Вообще все что на заводе собрано Как бы Это фактически Ненатуральное Натуральное Это вот Мясо, птица Молоко Как бы условно Рыба Морепродукты Зелень Овощи Фрукты То есть в принципе У меня вот Операцион из этого состоит Вот И чего-то другого Я не ем просто Ну и соответственно Химическая обработка Там Ну термическая обработка Если мясо То это слоу кук То есть это там Три, четыре, пять часов Это мое любимое мясо Потому что оно уже переварено Легче усваивать Вот Томленое Да-да-да Прям томленое мясо Очень сильно томленое мясо С кости слетающее То есть я прям такое люблю Я считаю Что это Как бы для усвоения Уж если мясо такое Не сказать что прям Супер-пупер продукт Как бы да Вот Но уж если его есть То в самом как бы Ну Употребляемом виде Усвояемом виде Вот А так очень разнообразно ем То есть моя задача Постоянно менять рацион Чтобы получать Максимально большое количество Разнообразных Микро-макроэлементов Веществ Для того чтобы мой организм Могу развиваться И нагружать его И все Спорт, питание Спорт, питание Слушай Хороший вопрос Именно ежедневные Да Какие-то Ну те ритуальные Какие-то истории Спорт, питание Дневник, медитация Нет, ты знаешь Ни то, ни другое Вот Мне кажется Таких вот прям ритуальных Больше там Фундаментально нет Ну на этом достаточно Занимайтесь спортом Кушать правильно Все, у вас будет хорошо Ну много Не, я много очень Потребляю информации Давай так Если что-то говорить Про систематическое То Для меня Так как у меня работа Вся основана На работе Ну головой То для меня Первый продукт питания Который все-таки Ну в большом количестве Должен потреблять Это информация Данные Происходящие События какие-то Да И уже из этого складывается Поэтому наверное Я в контексте пытаюсь быть Всегда в контексте быть Ежедневно Вот что происходит От человека узнать Из источника какого-то узнать Прочитать что-то Там посмотреть что-то Да То есть я Много-много часов Уделяю этому Супер Ну на этом все Спасибо, что пришел Это было очень классно Спасибо